Когда ты хочешь с кем-то созвониться, встретиться, пообщаться, задумывался ли ты, зачем ты это делаешь? Ну, например, есть такие, знаете, деловые созвоны, когда мы четко звоним по делам. И это нормально. Просто созвониться и договориться о чем-то, четко зная цель коммуникации. Можешь ли ты общаться с другим человеком для того, чтобы создавать что-то общее, для того, чтобы вам вместе было интересно, для того, чтобы обогатиться общением? Общаясь с самыми разными людьми, исследуя, замечая, внимая тому, что происходит с людьми, я вот на какие вещи обратил внимание. Существует три способа общения. Первый способ – это деструктивный для одного из собеседников. Например, мне нужно сгрузить на кого-то свою психическую продукцию, недовольство мужем, женой, сыном, положением в стране. И вот я поругался с кем-то или насмотрелся телевизор, мне другой человек как таковой не нужен. Но если есть свободные уши, я звоню и начинаю выливать свое психическое напряжение на человека, который внимает и слушает, и чутки. Я сгружаю свою необработанную психическую продукцию. Мне твои советы нафиг не нужны. Мне не нужно, чтобы ты говорил вот это там, возьми на себя ответственность и все. Я просто опорожняюсь об твою голову, как человек, который переполнен, ну скажем, внутренним содержанием, так как ходит в туалет. Я даже, мне неинтересно, слушаешь ты меня или не слушаешь. Я просто начинаю говорить, говорить, говорить не о нас с тобой, не о тебе, не с тобою, а изнутри себя на тебя выплескиваю. И выплескиваю, и выплескиваю. Потому что сам не знаю, как с этим быть. Но в случае крайней степени горя, это нормально. Но если я привык дружить только для того, чтобы сбрасывать свой негатив, это не дружба. И это деструктивно. И в какой-то момент, если тебе перестанут отвечать на звонки, или с тобой не захотят говорить, ты хотя бы вник, не пойми, почему это происходит. Есть еще один способ общения. Это когда человек забирает внимание у другого, в том числе скандалами, претензиями, припоминанием. Вот такие, знаете, бывают люди, которые говорят, «Я, например, мне с тобой вообще…» Ну, то есть они начинают другого заставлять оправдываться, ставят положение виноватого, и никакие оправдания их не устраивают. Это человек претензий, это человек проблема. И так делают перверстные нарциссы, так делают люди, которым не хватает жизненной энергии, и они скандалами добирают ее, заставляя другого чувствовать себя виноватым, никчемным, тупым, неинтересным, и заставляя выслушивать обвинения и извиняться. Это тоже деструктивное общение. С таким человеком, сколько ты не извиняешься, ты все равно будешь виноват. Если ты дорожишь отношениями, то тебе придется прогибаться, извиняться, сказать, что ты не то имел в виду, а что ты другое имел в виду. Ты меня не так понял, ты меня не так поняла. Пожалуйста, прости. Как я могу компенсировать моральный ущерб, нанесенный тебе? Но там человеку не нужны твои извинения. Там нужна ответственность за свое состояние, за внутренний конфликт перенести на кого-то, чтобы сделать тебя виноватым, а меня такой хороший или хорошим. Это деструктивная форма общения. Следующий способ общения. Когда я готов отдать тебе внимание и время. Может, у тебя что-то болит, может, тебе не с кем поделиться. Может, ты действительно не хочешь больше сидеть в своей черной дыре, а хочешь кому-то уктукнуться в плечо и сказать, ты не представляешь, как мне трудно. Пожалуйста, побудь со мной. Один человек говорит. И эта просьба о помощи, она озвучена. Это не сгружение. И мое участие. И тогда, если это не психотерапия, если я друг, я дружу с тобой, я говорю с тобой, я предлагаю варианты решения, я готов откликнуться на твою просьбу. Я отдаю, осознанно отдаю внимание, время, добрую энергию и мудрость, если другому человеку это от меня нужно. И это с переживанием. Если другой человек конструктивно общается, если другой человек просит о помощи, если другой человек находится в дефиците, в какой-то момент, когда ты его поддержишь, он поблагодарит тебя. Он непременно поблагодарит тебя, потому что ты включился, ты был рядом, ты сопережил. И ты можешь рассчитывать на его поддержку. Но эти два человека должны быть глубокого уровня внутренней зрелости, готовности прийти на помощь. Это должны быть близкие друзья, это должны быть любящие люди. Это люди, на которых ты можешь рассчитывать. Это люди, к которым ты можешь приехать с чемоданом, фигурально выражаясь, и с тебе просто некуда идти. Это люди, которые готовы отложить все свои дела, ну, кроме очень-очень важных, но все свои дела для того, чтобы поддержать и помочь тебе. Определите, напишите в списочек, сколько у вас таких людей есть, которые готовы оставить в территории своего покоя радости и сбалансированности для того, чтобы побыть с вами, когда он труд. И в этом случае это конструктивное общение. Если я хорошо, глубоко, искренне помог, поддержал другому человеку, я испытываю удовлетворение, и он испытывает удовлетворение. Есть еще один способ общения. Он глубокий. Он не касается травмирующих ситуаций. Здесь мы находимся как равновеликие и равноглубокие собеседники. Это знаете о чем? Это про обмен внутренним содержанием. И здесь еще раз подчеркну. Каждый из собеседников должен обладать достаточно интересным другому внутренним содержанием. Я внимателен к тому, чтобы донести тебе свое внутреннее содержание. И внимателен к тому, что ты готов или готова слушать, и тебе действительно интересно. Я готов делать больше пауз в разговоре для того, чтобы услышать тебя. А что у тебя интересного произошло? Ну как там та или иная твоя ситуация? И мне действительно это интересно. Это не вежливое. Ну знаете, такое вежливое. Ну теперь ты скажи. Я уже сказал. В таком общении создается общее пространство мы. Общее между нами. Общее единение. Общая благодарность и слышимость. Общий мир, в котором только мы двое можем находиться. Здесь мы можем делиться и своими трудными ситуациями, и своими внутренними открытиями, и своим внутренним содержанием. Здесь я могу прочитать тебе свои новые стихи. Здесь я могу пригласить тебя на тот или иной концерт или встречу, потому что для меня это было ценно и интересно и купить билет. Здесь я приглашаю тебя, например, на прогулку или поехать куда-то. Не потому, что мне это куда-то интересно, там Турция или Мексика, Мексика или Индия. Потому, что я с тобой хочу туда поехать. Мне нередко приходится наблюдать, как люди, не слыша друг друга, встречаясь и переживая исключительно свой мир и свои чувства взаимодействуют, не донося свои истины. Поэтому они умеют, поэтому они говорят очень быстро, поэтому они быстро-быстро проговаривают то, что им хочется проговорить, и так, чтобы не заметить, что тебе это уже неинтересно и не слышать. И когда другой человек уже не слышит и уже ищет повода побыстрее расстаться, потому что ему через 20 минут надо куда-то ехать, тогда ты замечаешь, а что, ну мне надо ехать, мне кажется, если это общение дружеское, но оно не представляет собой чего-то взаимообогащающего, это нормально и не стыдно сказать, как мне было в таком общении. За общение платят два человека. Платят времени, вниманием, внутренней глубинной мудростью. На языке Тани Мужицкая этот уровень общения называется кофе. Там есть плотность, там есть присутствие, там есть равностность, там никто не хвастается своими достижениями, там уже никто не, один перед другим не чувствует себя, ну круче, важнее, умнее, например. Сколько у вас людей, с которыми вы можете выходить на общую глубину? Смотрите, у нас же есть социальный мир, а есть какая-то общая глубина, куда мы можем выйти, где мы можем побыть и пообщаться, где есть что-то более глубокое, более единое, где есть сопереживание чего-то большего, чем даже наши дружеские любовные отношения. А теперь я задам вам вопрос. Сколько людей в супружеских парах выходит, ну, например, в течение недели на глубоких, на глубокий разговор. Меня когда-то один журналист спросил, как вы понимаете, что семейная жизнь между людьми закончена? Нет, нет, это не супружеские отношения, что кто-то там изменил кому-то. для меня это когда один из супругов теряет интерес к внутреннему миру и к внутреннему содержанию другого человека. Когда жена мужа или муж жену используют как функционал. Когда внутренне каждый из супругов переживает свой мир, которым они не делятся на друг с другом. Потому что я знаю, что ты меня не поймешь, что я тебе не интересен, что у нас социальные договоренности о том, что мы муж и жена и мы не изменяем друг другу. Социальные договоренности есть, но внутреннего интереса нет. И тогда один из супругов по той и другому, преодолевая страх быть непонятым, начинает делиться чем-то, что пережил там внутри сам собой. И может, он начал ходить на какую-то, решил записаться на какой-то кружок или студию, или фильм посмотрел, или на какой-то курс записался. вот, преодолевая страх быть непонятым, один из них приходит к другому или к другой и начинает этим делиться. Знаешь, я вот решил, например, издать свой сборник стихов. Он тоже не знает, что она стихи пишет. У нее в Инстаграме 50 тысяч подписчиков. они пишут благодарят, а он такой, ну, ладно, издай. Если какие-то посторонние люди из какого-то Ютуба, Инстаграма или Фейсбука могут ценить, читать, благодарить меня за мои стихи, ну, самому близкому человеку это неинтересно, а по должности он муж или жена, скажите, ну, что произошло и кто они друг другу? Если самым сокровенным, самым глубинным я ухожу делиться с совершенно посторонним человеком, являются ли они супругами, партнерами или они чужие люди? вы спросите меня, так что же, разводиться теперь? Нет, не надо разводиться, ходите да восполняйтесь любящим вниманием на тренинги, психотерапевту, куда-нибудь еще к подружке свинишкам там куда-нибудь, вот, вы же там, зачем девочка идет, жена, например, идет посидеть к подружке свинишка, да, потому что у нее семьи уже нет, у нее нет близкого человека, они стали функционалом друг друг, они могут скандалами добирать друг от друга внимание, потому что стоит поскандалить и побить по больным местам, ты мне дашь столько внимания и участия, и я смотрю, как это тебя задевает, и я добираю через скандал, или вот эти всякие штуки, все из-за тебя, если бы не ты, мы были бы хорошей парой, ты все испортил, раньше ты любил, теперь ты не любил, понимаете, какая вещь происходит здесь, это очень печальная, вот я говорю, что это ненормально, я верю, что близкие друзья, я верю, что супруги могут быть лучшими психотерапевтом у друг другу, но скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя конфликт с другом или конфликт с супругой, такой степень, что тебе приходится искать внешнего управляющего ваших отношений и идти записываться к психотерапевту для того, чтобы поговорить об отношениях с твоим самым близким человеком, вообще, ребята, кто вы друг к другу тогда? семейная терапия, вот давайте я выстепну один раз, приглашаю вас на семейную терапию, приходите парни, семейный терапевт будет вести сеанс семейной терапии, покажет вам хорошие стороны друг друга, покажет, где вы не слышите друг друга, обратить внимание на то, какие поведенческие проявления каждого из супругов привели к этому кризису, но, ребята, ваших сил и оставаться в этих отношениях, ваших умений, умений уступать, снимать корону, перед другим, отпускать чувство собственной правоты недостаточно, поэтому мое глубокое убеждение, что в 86% случаев семейный терапевт может помочь вам экологично расстаться, он же не будет в постельку с вами идти, чтобы вам налаживать там коммуникацию, или вместе с вами жить, чтобы, когда вы начинаете заводиться, останавливать одного из супругов, к рефлексивности, к пониманию себя в этом плане, признанию своих косяков способны очень немногие люди, очень немногие люди, в основном люди предпочитают остаться правыми, не прогнуться, знаете, еще говорит, не предать себя, да ты просто его уже не слышишь, и если это твой муж, то из границ своей заботы, своей любви, ты уже выдавил его давно, и он тебе враг по твоему восприятию, а ты, наверное, уже ему враг, что-то вот здесь и вот здесь происходит, понимаете, поэтому каково качество нашей коммуникации, сколько у нас близких людей, с которыми нам интересно общаться на уровне обмена чувствами и внутренним содержанием, понимаете, есть такие люди, которые ну верят, что это еще мой близкий человек, они открываются и готовы слушать другого, а со стороны другого идут обесценивания, претензии, пошлые шутки, желание заболтать ситуацию, нежелание сближаться и чувство собственной правоты, если ты будешь оставаться в близких и супружеских отношениях с таким человеком, ты будешь раниться, и здесь самое большое вранье, знаете, в чем происходит, тебе нужно одной частью мозга, то есть левым полушариям верить, что это твой муж или жена, а другой чувствовать дикую боль, безразличие, нелюбовь, равнодушие и обесценивание, ну, давайте разочек скажу, я очень много, достаточное количество супружеских пар подчинил, что-то произошло после общения, вот, ну, давайте на чистоту, этот внутренний конфликт, тебе придется проживать снаружи, тебе придется развести себя, что этот человек, который когда-то назвался твоим супругом, не относится к тебе с уважением, убираем слово любовь, с заинтересованностью твоим миром, с ощущением ценности тебя, ведь смотрите, когда мы живем вместе, когда мы доступны, мы перестаем это ценить, нам и мужчинам, и женщинам нравится завоевывать и обладать, но что такое ценить и хранить, многие из нас не знают, поэтому помогите нам сохранить семью, ребят, а зачем? Первый вопрос, второй вопрос, а семья ли это или что такое семья? И семья определяет качество общения. Если вы не можете, если у вас нет интереса к внутреннему миру другого человека, может у него содержания действительно нет, если вам не интересно обмениваться внутренним содержанием, если вам страшно быть открытой или открытым, чтобы ваши ценности не обесценили, скажите, что это такое? Это семья? дороже мне сохранить свой внутренний мир не разрушено, чем принадлежность, чем жить в одной квартире с человеком, который не видит, не ценит и не уважает мой внутренний мир. А как же дети? А дети растут в этой атмосфере? И как вам кажется, каково им расти в этой атмосфере? Каково им видеть, как мама и папа не общаются, холодны, периодически предъявляют претензии и изредки, изредка просто ругаются, а может быть и часто, а может применяют вербальное и словесное насилие. Вот что вы закладываете в детей, сохраняя отношения, в которых нет взаимной любви, уважения и обмена внутреннего содержания. То есть искренний диалог уже не происходит. Функционал есть, а интереса друг к другу нет. Пожалуйста, давайте над этим подумаем и поразмышляем. И вот на это видео не лепите мне, пожалуйста, правильные ответы. То ли из Библии, то ли из психологии, то ли кому-то что-то надо. У меня болит, понимаете, у меня болит за сотни людей, которые с этим вопросом приходят ко мне, которые настолько испуганы и закрыты, что они кричат от боли, но даже поговорить со мной вживую донести мне не могут. Вот следствие их семейной жизни. И сначала мне нужно с ними выйти на разговор, то есть видеть их глаза, настоять на том, чтобы они заметили меня. Не как мусорную корзину для психической продукции, не как того, кто этому скажет, не реви, не реви, ну, давай поразбираемся, ну, вот, ну, кто даст жаленье. Но выход здесь только в том, чтобы тебе осознать себя и осознать, насколько оценит твой внутренний мир, насколько возможно и возможно ли вернуться в то, ну, в ту степень уважения, когда вы выбрали друг друга. Слово любовь затерто, я уже не употребляю, потому что под ним столько мути, а уважения не подделаешь, а заинтересованность в другом человеке, только невежливую настоящую, не подделаешь. Давайте поразмышляем над этим. И на поднятые мной сегодня вопросы готовых ответов нет и правильных ответов нет. Есть только мое человеческое неравнодушие к происходящему. есть мой общий ответ на вопросы тех людей, которые одного из супругов, которые звонят, пишут и говорят, помогите сохранить семью. все.